Фархот, первый раз, когда ты сел за байк, в каком возрасте это было? Ух, давно это было, был подростком, ну, это было на самом деле не тогда, ну, по-моему, лет 7 или 8 назад, точно уже не вспомню. Я помню те ощущения, эмоции, которые до сих пор, я вот их ищу, но их нет, то есть первые километры за рулем байка, они остаются первыми, девственными тем самим, вот, с тех пор ушло много воды и пронеслось много километров, но вот тех эмоций я уже не нашел. Знаешь, что интересно, вот ты сел за байк, да, вот тебя, вот что вот тебя вот засосало, и ты вот ушел с головой в этот хобби? Ну, под тем моментом я был молодой, энергичный, вот тогда хотелось, конечно, иметь какую-то красивую игрушку, в виде мотоцикла спортивного, красивого, блестящего, быстрого, чтобы он звучал, чтобы ты носился по городу, вот. Тогда были другие моменты, я не ждал, что затянет носок сильно, думал, ну, такое будет хобби, то есть я в свое время увлекался спортивными автомобилями, был такой у меня грешок, вот, и также хотел иметь спортивный байк. Ну, вот я его купил, приобрел, а когда сел и поехал, я понял, вот оно, вот оно, то, что я искал всю жизнь, наверное, потому что машины, это, конечно, одно, это хорошо, но есть такая пословица интереса, то, что машина везет твое тело, а байк везет твою душу, а я мото-путешественник, я тут перевелся именно в путешественном на мотоцикле, вот то, что сейчас я имею. Ну, смотри, вот ты говоришь грешок насчет то, что ты гонял на спортивных машинах, ну, машинах. Почему ты так думаешь? Ну, потому что я не просто гонял, я же говорил, я был молодой, энергичный, мне нужны были деньги, и я здесь устраивал такие нехорошие нелегальные гоночки на спортивных автомобилях, такое было, вот за что, за что и был подтянут нашими стражами правопорядка, за такие нехороший момент, то есть отбирание, лишение прав там и все остальное, скорость, это было самое, скажем, легкое, что могли инкриминировать, вот, так что это был по тем временам грешок, вот, и я перешел, перешло это в мотоциклеизм, вот, но по тем временам я тоже и гонял и на мультики, и нарушал правила, и был без номеров, но не без этого, хулиганил, но это было давно неправда. Смотри, если бы, допустим, случилось бы с байком такое, ты бы тоже перестал, ну, если бы там грешок там. Оно и случалось, это было то же самое, что и с машинами, то же самое было, здесь только не сломали, отнимали права, забирали мотоцикл, но тихо-тихо, наверное, или я помудрил, или просто перерос этот момент юношества, скорости, азарта, и все перешло уже в более-менее нормальные рельсы, вот, и появились и права, и категории, и документы, и правильные мотоциклы, то есть уже не спортивные, а спокойные, вот, все это было, эволюция байкера дошла до путешественника. Вот ты подметил, да, вот, то, что ты сейчас путешественник, это, ну, это отличается от того, от байкера, можно сказать, или это одно и то же? Ой, вот здесь вопрос, грань провести, где байкер, где путешественник, очень сложно, просто расскажу, как это было в моем, в моей истории, то, что мне нравилось ездить на мотоцикле, мне нравилось ездить, ездить далеко, скажем так, да, вот, примерно вот, вот так, то есть ты едешь, тащаешь свободу, тащаешь ветер, запахи, кайф от километров, и тебе хочется ехать, 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 что это ощущение не останавливалось, и поэтому это перешло в дальний процесс, то есть я ехал далеко-далеко, и еще и дальше, вот, судя по моим пробегам, которые были в начале, это был максимум Ташкент, Бишкек, Алмата, что-то близкое, то, что я делаю сейчас, это настолько разные вещи. Ближе соседей. Да, то есть сейчас, грубо говоря, сгонять в Ташкент, это поездка выходного дня, или в Бишкек, или в Алмату, как съездить в булочную, сейчас совсем по-другому. Самому очень интересно, да, вот эта сфера вся, вот это что-то новое, да, у нас в Таджикистане, в Душанбе, и вот ты же учился, есть высшее образование, или три? Даже так, да, даже так, но не мешает быть мотоциклистом, не мешает быть путешественником, иметь высшее образование, то есть стереотипы, это вопрос стереотипов, то есть раньше, как было, вспомни, в 80-е годы, не было байкеров, не было москвей, были рокеры, в то время, да, были рокеры, то есть кожанка, косуха, железные заклепки, советский мотоцикл, хулиган обязательно, пьющий, курящий, если копнем еще дальше глубже, то это 60-е, 70-е годы, это американская волна байкеров, хулиганов, бандитов, которые пузо, бандит, обязательно сидевший там, с наколками, вечно пьяный, с оливье в бороде, вчерашнее причем, нет, это все стереотипы, на самом деле, сейчас панджийский мотоциклист, картинка совсем другая, это нормальный, успешный парень, пацан, там, не знаю, мужчина, у которого есть работа, семья и какое-то хобби, то есть вот это хобби, это именно мотоциклизм, то есть то, что здесь, вот ты видишь, у нас в Байхаусе, у каждого есть хозяин, у каждого есть какой-то свой бизнес, своя работа, то есть у нас свой путь у таджиков. Было такое, что ты сидел в офисе целый день и работал? Конечно, обязательно было. Сколько лет? Лет, лет 7-8. 7-8, ты был просто в офисе, я был офисным клерком, работал, ну, работа была не такая, прям очень-очень сидячая, больше была работа двигающая, то есть я мотался, бегал, прыгал, но это был привязан к офису, то есть были и костюмы, галстуки, 3 года в костюмах-галстуках проходил, и такое было, ну, абсолютно не мешала эта работа, скажем так, белых воротничков моему увлечению в мотоцикле, то есть днем ты один, ты работаешь, вечером приходишь, снимаешь, одеваешь косуху, на байк, завел, все, и ты унесся в другую жизнь. Сейчас перейдем на другую часть, повторюсь, 2015 год в Киргизии ты даешь интервью, где ты говоришь о том, что у вас будет конкурс мото-леди, было такое? Это был конкурс мото-леди в Киргизии, я напоминаю, он проходил там, и мы ехали туда, чтобы поддержать этот конкурс, он был впервые, впервые происходил там, и мы в поддержку поехали, то есть у нас он не проводился, к сожалению, своему подчеркиваю несколько раз, то, что у нас до сих пор нет девчонки, которые ездят на байке, есть много последователей, которые хотят покататься, покатайте нас, приходят к нам, им нравится атмосфера, где стоят байки, где люди мотоциклились, но чтобы девчонка сама села за руль и поехала, я вот борюсь, я упрашиваю всех знакомых, мы вам поможем, научим, ну давайте, ну, к сожалению, нет, есть в Бишкеке, есть в Ташкенте, есть в Алмате, да есть везде, но почему-то нет у нас душа, прямо тут мой больное место такое. Ну вот как раз вот об этом я хотел бы узнать, то есть в интервью как раз ты говоришь о том, что мы проведем вот этот конкурс, и леди, которая выиграет, мы ей подарим мотоцикл, планы были большие на 2015, но по привет сюда, к сожалению, не оказалось ни одной, скажем так, серьезно в этом направлении двигающей девчонки, которая могла бы сесть к нам за руль мотобайка, мотобайка, были девчонки, которые отучились, получили даже категорию А, но по каким-то тем или иным, скажем так, обстоятельствам, они не сели за мотоцикл, к сожалению, хотя это так красиво, так здорово, когда девчонка едет на мотике мчится, вообще я просто много езжу, это вижу. То есть вы были готовы подарить мотик? Ну мы дарили мотоцикл, по-моему, если ошибаюсь, два раза, мы дарили мотоцикл, но это было не в мотолете, это было на открытиях и закрытиях сезона, мы проводили, разыгрывали по лотереям мотики, и два раза мы дарили мотоцикл просто так людям. Смотри, у тебя есть развлечение, серфинг, на байке катаешься, не на лыжах, правильно? Не серфинг, серфинг, я только, это была моя мечта попробовать серфинг, попробую Владивостоке, а так я основал мальдис, я в зимнюю часть своего времени очень много времени провожу у нас в Токобе и выезжаю на наши горнолыжные соседские базы. То есть зима – это сноуборд, весна, лето, осень – это мото-путешествие. Серфинг не затеним? Ну, у нас негде заниматься серфингом, скажем так. Для этого нужно выезжать, искать большие волны, а это время, финансы, т.д. и т.д. Я мечтал попробовать, и байкеры с Владивостока, когда я в одном из Пухчастей съехал Владивосток, они просто сказали, мы тебе хотим подарить мечту, выбирай три. Да, вот такой момент был. Я сказал, вот, мечта прям, одна мечта – это была поехать вокруг земли, вторая – забраться на Эверест, третья – это такие мечты, чуть-чуть такие воздушные. Третья – научиться серфингом. Говорит, одна из мечт нас, и мне подарили урок, то есть целый день я провел серфинг на доске, скажешь так правильно. Вот и у меня получилось, это такая кайф, такие эмоции. Но для этого нужно лететь куда-то и откатывать волны там. Это такое сложное увлечение. А что круче? Байкеры? Это две разные вещи, абсолютно две разные вещи. Я придерживаюсь мнения, что в жизни уже все попробовать. Жизнь очень короткая, и пролетать очень быстро. Мы уже говорили об этом, но я еще раз повторюсь. Все-таки очень интересно, если ты скажешь это нашим друзьям, которые нас смотрят. Сколько процентов все-таки занимает твое хобби в твоей жизни? Хобби. Ну, если проценты закинуть, наверное, процентов 40, наверное, так я так думаю. Процентов 40. Потому что это настолько интересно. Это уже жизнь. Это уже не просто хобби, скажем так. Это уже жизнь, наверное. Уже как без мальчиков, как без путешествий. Тебя задевает, если говоря, то, что это твое хобби? Да нет. Нормально относится? Люди вообще к байкерам, к мотоциклистам относятся чуть-чуть у нас в Таджикистане, чуть-чуть неадекватно, скажем так. То есть у нас это что новое, скажем так, только вот что-то зародившееся, и люди не привыкли видеть мотоциклистов, тем более мотоциклисток. Ты когда проезжаешь, внимание людей, окружающих, оно, честно говоря, негативное больше, чем набор положительное. Были инциденты? Ой, каждый день. Ты ешь на байке, у тебя каждый день инцидент. Каждый день. Тебя водитель не понимает, подрезает, начинает кричать в окна, погоняем, сколько живется у каплет, дай посижу, дай сфотографируй. Это уж хорошо, это повеличение. А я говорю инцидент, когда тебе оскорбительно что-то говорят. Ты начинаешь, понимаешь, я ешь на байке, и когда тебя уже 20 раз прижмут, зажмут, ты начинаешь отвечать, ты злишься, говоришь, тра-та-та-та-та-та. И люди останавливаются сюда, вот этот момент, они омрачают поездки на байке. К сожалению, люди у нас не привыкли видеть. То же самое, ты куда-то наставился, сел, вышел, пошел купить водички, пришел на твоем байке что-то сидеть, уже фоткается. А это личная вещь. Причем не дешевая. Ну и не дешевая, и личная, могут сесть, уронить, и уроняли, и покорябать, и скажешь, встань с мотоцикла, ты что делаешь, а что тебе жалко, это железка, понимаешь? Но люди не понимают, что это что-то родное, то есть с байком сближаешься, этот байк может тебе подарить хорошие эмоции, а может и прибить, и зашибить. Ты с ним начинаешь уже общаться, это что-то родное. И чужой человек садится там, фотографируется там, сажает своих девчонок. Ну понятно. Инцидентов было очень много, и были серьезные инциденты, и особенно в поездках были много инцидентов. Но это об этом отдельно поговорим. Да, об этом чуть позже поговорим. Другой момент, за один старт, сколько ты проехал километров? Ну, самое дальнее, это, наверное, было больше тысячи километров по дороге Владивосток. То есть за Байкалье, Сибирь, это тысячи километров дорог. Это без остановки, я имею в виду. Да, ты едешь, едешь. А ты должен проехать, потому что города находятся в очень удаленном расстоянии друг от друга. Тайга, лес, то есть остановиться негде. Ты просто едешь и должен проехать, потому что точка А, точка Б, ночевка там. Вот, и ты едешь, едешь. А как же там пить, кушать? Ну, у байкера, у дальнобойчика, скажем так, путешествия всегда все с собой. То есть всегда есть с собой сникельцы, всегда есть с собой вода. Это не проблема. Просто если не проедешь, вот это проблема. Тормозить негде, ставить палатку в тайге, там все не очень благополучно. Ты просто едешь. Есть даже такая мотор-награда, называется ЖЖ. Железная жопа. Да, и ты должен проехать около 1600 километров за раз. И тебе присуждается вот такая вот интересная мотор-награда. Тебе дается нашивка, сертификат. И все об этом знают, что за раз проехал 100 километров. То есть... Приветствуйте. Приветствуйте, да, уважается. Уважается. В среде байкеров уважается. Это не кажется, может сделать. У меня ее нет, я не проезжал. Я максим проезжал 1200, может быть, 1100 километров. А вот так, чтобы 1600. Это возможно. Вот когда я проехал 1200 километров, я понял, что это возможно. То есть были силы, и время, и скорость, чтобы это сделать. У нас в средней Азии это сделать невозможно. У нас дороги все вот такие. Горы, серпантины. А по России или по Америке, дважды, там прямые дороги такие по 2000 километров. Ты просто топишь, и скорость позволяет, и дороги позволяет. Спокойно можно пройти. Сколько максимум выжимал? По теме дорогам. По теме дорогам. Дело в том, что если турист, вот турист, тебе не надо выжимать максимально. То есть максималка может привести к печальным последствиям. Это пробежать, пробегающая собака, камень, яма, и твое путешествие закончилось. А может не только путешествие, а может жизненный путь. Поэтому ты ставишь одну скорость, она примерно 140-150. И ты мчишься этой скоростью, чтобы преодолеть за день 700 тысяч километров пути. Вот. Я выжимал здесь в каких-то моментах. Было интересно, в байк сколько он сможет выжать. То есть мой байк на огромное путешествие, он мне выжил, положил в цирку на 240. А когда я был молодым, задорным, на спортивных мотоциклах гонял, если я не ошибаюсь, максималка там была 280, но я не выжил в максималку. Я не зашел в клуб, кому за 300. Есть такой клуб у спортбайкеров, за 300, кто выжил за 300. Вот человек у нас снимает, у Лохбек Халилов. Вот он это делал на своем байке. Респекту, улику. Красавчик. Вот я в то время, по-моему, если ошибаюсь, дал, если ошибаюсь, 260 или 270. А потом уже этот очко заиграло, я скинул. Улик ты где выжимал столько? Если честно, а то у Лохбеки. Ты сколько ложил до конца? 250. 250? Не уважался. Вырежем. Нормально. Мотопробег в Владивосток и обратно в Душанбе. Вы там, насколько я знаю, собрали деньги на операцию девочкам, которые болеют порог сердца. Расскажи, пожалуйста, как этот процесс происходит. Копну чуть глубже. Почему вообще этот мотопробег появился и пришел в жизнь? Потому что до этого, сколько я делал мотопробеги, у меня очень много людей, которые следили за мной, да, и чужих людей. Они говорили, вот тебе делать нечего. Едешь туда, ешь туда, там, таскаешь флаг. Это патриотично, да. Но ты едешь, соберешь деньги лучше, помоги людям. То есть многие не знают, что наш клуб занимается благотворительностью. То есть мы постоянно едем в детские дома, мы собираем деньги, мы проводим Новый год. Об этом мы не афишируем, об этом люди не знают, обидно. И этот мотопробег я решил сделать именно благотворительным. То есть я поехал за свой счет. Я не искал спонсоров. Если вы знаете, у меня все мотопробеги спонсируются. Здесь я ехал за свой счет, но я договорился с фондом «Ручи Таджикистан», который занимается в Таджикистане. Он проводит операции малоимущим семьям, детям, у кого порог сердца. Вот такой момент. У меня у дочки, у нее тоже порог сердца. То есть я прошел этот момент, слава богу, у нее все хорошо, все прошло, все заросло, и все отлично, здоровый ребенок. Но я знаю эти ощущения. И именно обратился к ним. Мы разработали алгоритм, то, что я буду ехать далеко, делать большую шумиху, большую рекламу и просить людей перечислить деньги на счет. То есть мы открыли счет здесь в Киви, Киви-кошелек. Здесь в терминалах, где мы платим, заплачиваем за телефон, со стороны была фотография, сердечко. И по сердечку ведь байкер. И пробег назывался «Километр добра». То есть каждый, кто хотел, тыкал на это сердечко и кидал деньги самому. Два, три. И вот таким способом мы собрали деньги на три операции. То есть примерно, если ошибаюсь, было собрано около 10 тысяч долларов и провели три операции. То есть вот так прошло. То есть деньги собирали тут? Деньги собирали тут. Но иногда деньги давали там наши соотечественники, которые смотрят, которые меня принимали. То есть я еще и привез с собой конверты, отдал организаторам этих операций. Две операции прошли онлайн в новом центре в 46-м микрорайоне. То есть было телевидение, были съемки, огромный экран. И прям доктора онлайн проводили операции. Подряд две операции. Это было интересно. Это было новшество у нас в Администане. То есть вот так я вот провел этот пробег. Ты говорил о том, что награждают железная жопа и все остальное. У тебя вот, я смотрю, на жилетки очень много всяких этих. Они какие-то награды или то, что ты проехал? Нет, нет. У меня нет наград. Это нашивки у байкера. Наверное, это все пришло все-таки в 60-х годах, когда зарождались клубы. И когда вся эта атрибутика пришла с военных времен. То есть кто был байкером раньше? Это были люди молодые, которые прошли войну в 30-х, 40-х годах. И пересели на мотоциклы. И моменты нашивок пришли оттуда. То есть это дошло до нас до сих пор. Если мы мотоциклисты, мы собираемся где-то, она собирается много в разных фестивалях или мы едем куда-то в гости, то по нашивкам, по жилеткам можно всегда определить, человек откуда он, кто он, кто он по рангу. А по нашивкам цветастым ты можешь определить, где он был, куда он ездил. То есть у нас есть момент, кто ездит очень много далеко, к нему больше уважухи, потому что он больше победал, больше проездил, наверное, так. И мы коллекционируем нашивки для себя и для именно таких моментов. Флаги, которые на мне с двух сторон, это те страны, где я был. А нашивки, которые цветастые, это те интересные места, которые я посетил. То есть это или мотофестивали, мотосборы, или моменты стран. То есть именно в стране есть какое-то место, где как мекка москвист должен приехать туда. То есть там очень гиперинтересно. Вот такие моменты. Ты был в Америке достаточно долго ездил, да? И ездил достаточно много по Европе. Где на наиболее интереснее? Совершенно два разных интересных места. Расскажу, попробую рассказать о Европе, о Америке. Европа это был патриотический мотопробег «Мы таджики-2», назывался «Галопом по Европе». Мы на двух байках с Фарийской проехали часть Европы. Не вся, конечно, часть Европы. Вон, кстати, карта нашего мотопробега. Улик потом сфоткаешь, покажи. Это было интересно, потому что Европа, в Европе есть история. Чего нет в Америке, скажем так. Глубокая, дикая история, в которой ты едешь, смотришь, эти архитектуры, памяти старинные, церкви, соборы. То есть там реально интересно. А Америка, мотопробег по Америке, это была совсем другая тема. В Америке нет истории, но у нее есть природа. То есть Америка, она огромная, в ней можно увидеть все. Леса, пустыни, озера, реки, деревья, по которым там тысячи лет. Скажем, по пятибалльной шкале, если оценить чисто с моей точки зрения, интереснее было в Америке. Потому что я больше чувствую к природе. Мне не нравятся города. Я от городов чухаю. То есть для меня вот заехать в Москву или в Питер, нет. Я лучше объеду, пойду там на какие-то озера, реки, чем ехать в мегаполис. Поэтому Америка для меня именно была этим интересом природы. Она красивая. Почему я спросил? Потому что я у тебя на страничке в Фейсбуке заметил, почему-то ты написал красиво, много об Амстердаме. Подосказываю. У нас же правильный формат, да? Да, у нас абсолютно правильный формат. Поэтому для нас с Форийской Европой делилась на две-три части. На две-три интересные части. То есть очень было интересно посмотреть Венецию. Вот у нас прямо дорога была до Венеции, после Венеции. Вот. Очень было интересно, как точка посмотреть на Амстердам. Кексики, да? Кексики, да, там все интересно. Все правильно. Попробовали? Видим же все попробовать. Вот. И было еще интересно попасть, конечно же, в Монако. Три города, вот прям как урок мы грезили. Мы должны были попасть, мы в них попали. И вот есть много чего рассказать. Вот начну с Венеции. То есть мы летели вот в Венеции. Вот-вот-вот-вот она выйдет. Но когда мы в нее приехали? У нас по плану должно быть два дня в Венеции. Мы там были полдня. То есть мы... Насколько? Вот до 4 это было, да, в этом пробеге. То есть два мотоцикла и под два человека на каждом мотоцикле. Мы ехали с супругами. И настолько были разочарованы Венеция. То есть чтобы Венеция – это красивая картинка. Это классный маркетинговый ход. То есть нам по всему миру зомбируют в Венецию показывать гондольеров вот в этих одеждах с музыкальных, да. Ихни пассажиры – это женщины, мужчины в масках, в старинных вещах. То есть там проводится кардамал красивый. Все интересно, все красиво. На самом деле приезжаешь туда, эти каналы, они... Зачаруют. Ребята, я вас разочарую, но будет возможность. Не знаю, но это наше видение. Чисто мое эйфористкино. Поэтому, может, у вас другое мнение. Каналы были все грязные. Все в баклажках, воняло. Вода не двигается. Это этот вон. Народу. Там узкие улочки, улочки. Толпа туристов. Ты пробиваешь, а тебя все бьют. Ты туда. Это ужас. Город обшарпаны до невозможности. То есть вода свое дело делает. Ремонта не проводится. Это настолько некрасиво. Это был кошмар. Мы не знали, куда мы попали. Это развита Венеция. Гондольеры – это злые, наверное, неправильно сказано. Это люди недовольные. Ты представляешь, я их понимаю. Ты гондольер, и каждый день на тебя туристская толпа идет. Ты должен всех возить. Это, наверное, зверская работа. Они запрещают фотографировать. Даже вот щелкнешь, он там обязательно покажет какой-то правильный жест. Не то, что там покататься. Цены на покататься, если не ошибаюсь, уже не помню, 120 евро, по-моему, покататься. То есть он в шортах, в майке, в сланцах. Ожидания другие. Где романтика? Где вот эти картинки? Люди… Короче, это было настолько неромантично. Они интересны, что мы там были полдня, развернулись и просто уехали. Вот Амстердам. Амстердам. Тема интересная. Правильная. Мы знали, куда ехали. Конечно же, там нашли гостиницу и подъезжали просто туда, где запах веет. Прикольное место Амстердам. Я бы назвал Венецией… Не Венеция, Венеция называл Амстердам. Потому что на самом деле город на море – это больше Амстердам, чем Венеция. То есть там больше мостов, больше рек. Он весь на море находится. Это очень интересный городок. Он большой мегаполис. Вот квартал красных фонарей привлекает в себе, я не знаю, столько народу. Вечером там урить такой. Туристов очень много. Ну, все сделал для туристов, скажем так, местных туда не ходят. Им неинтересно. Вот там просто толпа туристов. Очень интересные обзоры. Все в красном свете, все в окнах. В окнах тебе машут, улыбаются, привлекают. Люди ныряют туда, выныривает, заныривает. Такие вынырят уже довольные. Это все видно. Мы вдвоем туда пошли. И в четвером. И в четвером всегда было интересно. Мы все в четвером сюда посмотрели. Все вообще интересно для себя. посмотреть это чудо света. Все попробовать, все пощупать. Заходили в кофешопы обязательно. Интересные были последствия. Туда пролететь полмира и проехать, не заехав, не попробовав, конечно, неправильно. Зашли, попробовали. Как бы правильно сказать, чтобы людей не шокировать. Интересно. 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 Весело. Интересно. Потом оставшийся, я помню, полдня хохотали до упадок. Ходили по ансерахах. И видели таких же людей, счастливых и хохотающих. Все были на одной волне. То есть, вот эта улица, квартал красных фонарей, вот туда заныриваешь, такой загруженный, такой как турист, выныриваешь, так хорошо, там эйфория, волны такие. Людей безбашенных. Прикольно. Мы там были два дня. Два дня эйфории нам хватило, мы двинули дальше. Опять же, вот в этом рассказе, да, ты говоришь о том, что какой-то инцидент на дороге, то, что там ты выруливаешь, не получается. Это на самом деле было или ты просто после кексов свои ощущения говоришь? Нет. Там такой момент есть. Как путешественник, мы на цикле были в ленту. То есть, мы наняли в Европе мотоциклы. И ты нанимаешь в ленту тоже гаджет. То есть, мы наняли, как наняли, взяли варен, варен, навигатор. Да, да. К сожалению, на тот момент я не был таким опытным путешественником, и я взял маленький навигатор, чтобы он помещался на мотоцикле. А чем больше навигатор, тем лучше прорисовываться дороги, ты их видишь. А по дороге в Амстердам, то есть, там настолько много туннелей ты проезжаешь, очень много дорог развилок, разветвлений, что навигатор показывает красную полоску, и он перекрывает три-четыре дороги. И ты приезжаешь, ты видишь три дороги, ведущие в разные направления, три туннеля, а навигатор просто показывает езжай, и ты не знаешь, куда ехать. И ты чисто наук, а там такой поток, там нельзя останавливаться. То есть, поток, есть лимит, есть что 10 километров в час. Понимаешь? И все несутся, ты стоишь, ты нервничаешь, нельзя что ты. Наугад ныряешь. Навигатор пересчитал, ты неправильно попал, разворачиваешься. Разворот через 50 километров. И вот этот момент, он меня долбил, это был единственный момент, такой вот этот день для меня, один из самых кошмарных был. Мы потерялись с форой, фора, его наверно ушел, увел в другое место, меня в другое, ты ешь в туннеле, через 20 минут разворачиваешься, и та же самая история повторяется, снова туннели, ты не знаешь, куда ехать, то есть, пока я вырубил, пока я доехал, я бил навигатор, матерился, представляешь, я ругался, я вырвался, я выкинул, это был ужас, ты же на мальчике, за тобой еще у тебя пассажир за какого-то отвечаешь, то есть, фу, летят мимо тебя, ты не можешь никого спросить, в этот момент был, аааа, я там превратился в халка, наверное. Ну, когда я доехал, это был кошмарный день, один из самых нехороших день воспоминаний, наверное. То есть, это были еще запоминающие моменты, когда ты потерялся? Самый запоминающий. Когда терялся, наверное, нет, я, путешественную, трудно потеряться, если ты подкован, если у тебя есть навигатор, то есть, что делаю я? У меня, со мной, это навигатор, он тебя приведет куда хочешь, но у меня еще в запасе есть еще и телефон, в котором закачаны две интернетские программы навигаторские, еще одна онлайн, офлайн. То есть, мне потеряться очень сложно. Всегда я смогу себя найти, найти свой путь и его продолжить. Сложных моментов было очень много, но они уже были связаны не с тем, что я потерялся. Это было связано с авариями, с усталостью, с хулиганами. Многое бывает, ты едешь, ты один, дороги беззащитный, случится, может, все, что угодно. С хулиганами расскажешь одну историю. Ох, с хулиганами, да легко. Один из модопробегов, который я устраивал, здесь-то был Душамбе и Секуль, один из первых модопробегов, скажем так, мы ехали, по-моему, на шестих мотоциклах, или на пяти, на пяти, по-моему. И мы заехали в город Ош, город Ош, да, город Тиргизия. Тиргизия, да, город Ош, мы заехали в два часа ночи, остановились, чтобы сверить, где находят наши гостиницы. И мимо проходила толпа подвыпившихся, однокулившихся подростков, человек 15 было. Они просто увидели нас ночью, дво часа ночи, увидели у нас какие-то жертвы, я не знаю, и вот 15 человек побежал на нас. На нас напали, да, вот, завязалась потасовка, моноцикл, там, бах, бух, просто вот без ничего, просто так, ну, молодежь так развлекается, там, наверное, вот, была потасовка, они, там, побили нас, потоптали туда-сюда, там, для кого достали и убежали. Догой, мы такие, что это было? Здесь есть как путешествие, думаешь, о, хорошо, добро, ништяк, город классный. Думаю, 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 дам, дам, дам. Все это с такими материн словами. Думаешь, что за фигня, что творится? Ну, мы были в шлеме, в экипировке там. Особо не досталось, но было задержало, обидно. Сейчас будет самый банальный вопрос, который, наверное, многие тебе задают. Сколько у тебя байков? Фух, байков сколько у меня? Ну, блин. Ну, на самом деле, не так много. Есть байк для путешествия, это мой самый любимый, уважаемый байк, потому что он мне открывает горизонты. То есть я его люблю, это мой друг, товарищ, я с ним разговариваю, еду, когда ты байк, больше ничего нет, ты ешь целый день, 8-9 часов, вот, все, ты в шлеме, твой мотоцикл и больше никого. Он мне открывает горизонт, я его люблю, уважаю. Есть мотоцикл для города, то есть городской. В нем иногда езжу по городу, катаюсь, иногда езжем в колонию, он такой. Ну, это вот тот, когда, на котором все. Называется чоппер, удобный по городу кататься, то есть на том с чемоданом не покатать сейчас. Вот, есть легкий мотоцикл, на котором Мышевский горная сторона, и мы иногда с ребятами выезжаем в горы, по речкам, по кемпингам, ездить на Памир. Есть легкий мотоцикл, на котором мотаюсь туда. Вот, примерно, примерно вот такая вот история. Круто. Вот, давай уже поговорим, наконец-то, о кругосветке. Давай, с удовольствием. Вот, и опять же, у тебя опять будет благотворительность в этой поездке, я так понял. Попробую рассказать пару слов о кругосветке. То есть, это пятый проект, скажем так, «Мы таджики 5», называется «Бесконечный предел юбилейный». Как я к нему пришел? То есть, это юбилейный проект. С каждым разом я ехал все дольше, дольше и дольше. То есть, логически я к этому уже готов, чтобы проехать вокруг света. Но, есть такой еще хороший момент, как 2018 год наш уважаемый президент объявил как год туризма. Вот, и приурочивая году туризма, как раз и тому, что еще пятый год, это юбилей, пятый проект юбилея, а как раз и родился проект проехать фокусветом. На самом деле, это была давничная мечта, такая голубая, розовая мечта, там, когда-нибудь я, может быть, решусь. Но я не ожидал, что, я знаю, что мечты сбиваются, но не ожидал, что так быстро. Ну, естественно, есть пару таких правильных целей. Это патриотический проект, это провоз национального флага Таджикистана по всему свету. Это, скажем, туристический проект, так как я везу с собой около тысячи дисков. Я создал диск, я не создал, я записал лучшие ролики о Таджикистане на этот диск. Я буду раздавать всем, приглашать на родину. Я везу с собой коробки брошюр. То есть, я прошелся по всем туристическим организациям. Мне дали очень много брошюр на английском языке. Там красивые фотографии, там рассказ о Таджикистане. Я буду раздавать всем, приглашая людей, к нам на родину. Этот проект еще и благотворительный, как ты правильно заметил, потому что международный организаций СИДА по линии синдрома Дауна, она назначила меня послом доброй воли. Именно по линии синдрома Дауна. На моей машине, ты увидишь, когда будет обзор машины, там на окне солнечный ребенок, девочка. Она с руками улыбается, и она будет со мной проезжать весь свет, получается. Я ее окрестил уже Монализа. У нее улыбка такая интересная. Вот я с Монализкой буду ехать вокруг света, буду заезжать в большие города, буду заезжать именно в те центры с поддержкой родителей синдрома Дауна. Мы будем общаться. Я буду поднимать этот вопрос, чтобы люди больше акцентировали внимание на такую проблему человечества. Вот такой вот интересный момент. А как ты на этот раз будешь собирать, допустим, благотворительность для них? Цель не собрать деньги. Не собрать, да? Нет, цель поднять вопрос. Сделать его намного актуальным. То есть человечество, оно, как сказать, никому не нужны чужие проблемы. Согласен. Гру, я такой же. Легче отторгироваться от проблемы, но если правильно преподнести показательства, возможно, что-то у кого-то, что-то изменится в душе. Можешь бояться какой-то меценат, может быть, кто-то станет ближе к этим солнечным детям. То есть они среди нас, я их вижу. Солнечные дети рождаются даже у моих знакомых и друзей. То есть это большая проблема. Твоя поездка займет год. Чего тебе больше всего не будет хватать? Не будет хватать дома, наверное. Дом. Под слово дом я не подразумеваю коробку из четырех стен. Это доброта, любовь родителей, это уют семьи, это внимание детей. То есть есть комфортная рамка такая, в которой ты привык жить. Связь постоянно будет у тебя с ними. Да, ну связь, естественно. У меня спонсором проекта выступила компания Megafon, Megafon.jg Stone, которая дает мне очень такую хорошую, надежную связь. У меня будет всегда ромик, будет всегда интернет. То есть я всегда буду на связи с вами через Facebook, через Instagram, через YouTube, с родителями, с детьми, с друзьями, с супругой, со всеми. То есть связь будет всегда. Еще один вопрос по поводу машины. Вот ты вроде любишь гонять на байке. Почему ты выбрал машину? Да, я себя позиционирую как мото-предшественник, не как авто. Но я пришел к машине, есть несколько мнений по этому поводу. Скажу прямо. Я на байке, если еду больше трех-четырех месяцев, я устаю. То есть я уже ездил, я знаю, что такое устаю. Через три месяца езды на байке, на байке устаешь больше, чем на машине. То есть концентрация должна быть капиталь, не упасть, обогнать, не подрезать, чтобы тебя не убили в конце концов, ты устаешь сильно. Когда ты устаешь, ты теряешь концентрацию. Во-вторых, самое главное, ты теряешь ощущение красоты. То есть я еду, я вижу все, а потом ты устаешь и чисто работаешь на силу воли доехать. Доехать. А мне этого не надо. Я не хочу доехать. Я хочу ехать, я хочу видеть, ощущать, чувствовать, пробовать, понимаешь? Байк, в моем случае, может быть, это чисто мое, потому что очень много людей ездит на мотоцикле вокруг света, молодцы им, зачет. Я не хочу. Это вот первая причина, почему я не хочу ехать на байке. Вторая причина. Со мной первый месяц едут дети. Я беру своих детей, двоих пацанов. Ровно месяц. Они ровно месяц доезжают до Стамбула, то есть видят около 10 государств, 10 стран. Я им хочу показать мир. Какой кайф, едешь с детьми. Я почувствовал недавно, когда открылись границы. Я первым делом, одним из первых, всю семью посадил в машину, дочку и двоих сыновей. И мы таким, такой семейный поездки устроили. Я показал Музбекистан, Самарканд, Бухару. Это настолько интересно. То есть я решил с собой взять детей и показать им мир. Для них это будет офигительное путешествие. То есть они увидят не только там страну соседей, а еще увидят за границу. То есть увидят еще и часть Европы. А на мотоцикле этого не сделаешь. Только на машине. Поэтому машина комфортабельная, большая. Это вторая причина. Третья причина, почему машина, потому что в машине можно шить. Это затратно. Ехать вокруг мира. Машина оборудовала я так, что в ней можно спать, есть, готовить, принимать душ, жить, заряжать гаджеты. Все. Это дом на колесах. То есть ты экономишь на мотелях, на отелях, на кемпингах, всем остальным. А это большие финансы. Вот ты говорил о том, что ребята будут, точнее мы будем следить за твоим путешествием. И будем говорить, куда ехать. То есть у тебя определенного маршрута нет? Нет, есть определенный маршрут. Обязательно у меня с логистикой все правильно. У меня есть маршрут, расстояние пробито, что, зачем, почему. Но интересные места. А, чтобы посоветовали интересные места. Это круто. То есть ты приехал, грубо говоря, в такой-то город. Ну, город городом, центр, старый город, все понятно. А вот самое интересное, наш Таджи-Кистанск тоже много путешествует. Кто-то был в этом городе, кто-то знает что-то. Кто-то знает, что нужно из города выехать вон в то озеро или в то лес, где красиво. То есть, турист к нам приезжает сюда в Душамбе, мы им говорим, посмотри то, посмотри флаг, посмотри чайхану, посмотри это. Но лучше уезжай за город и посмотри озеро из Кандеркуль. Смой за Рославкуль, Фанские горы, езжай на память. То есть, вот эти моменты, будете говорить вы мне, я же там не был, и мне там сеть по интернету, куда я хочу, а вы подскажете, а я там поеду, засниму и вам покажу. И я остальным еще покажу. Последний вопрос, и мы переходим к детектору, я объясню потом. Последнее, может быть, ну, насколько я знаю, последняя публикация, ты говоришь, ну, у тебя пост в Фейсбуке, а визы в Марокко, это последнее было? Нет, это не последнее, это был предпоследнее. По последней публикации у меня была машина уже, я делал обзор машины, как она выглядит сейчас. А виза в Марокко ты получил здесь? Ой, про визы, это, честно говоря, это самая большая, большая проблема, с чем я столкнулся здесь, в Таджикистане, с этой кругосветной организацией, кругосветки. Получить визы, это очень сложный процесс. Расскажу, почему. Примерно каждая страна дает тебе визу, возможность тебе подать на визу примерно за три месяца до ее прибытия. То есть, я должен рассчитать, в каких странах я буду примерно за три месяца и подавать здесь. Я же не могу сейчас подать где-то за полгода. Я попробовал подать, но мне вернули документы, когда вот ты будешь за три месяца, то потом подавай. А ты представляешь, я должен ехать и должен где-то подать за три месяца там. А мы привязаны к посольствам разным странам. То есть, это оказался такой геморрой. Здесь я взял все визы, которые возможно получить здесь. То есть, у меня сейчас США, у меня есть Шенгенская зона, у меня сейчас Туркмения и у меня есть сейчас первая страна в Африку, это Марокко. То есть, Марокко я получил удаленно через наш визит-центр. Они высылали курьером мой паспорт в Астану. Но мы, дальше я не могу ничего сделать, дальше я должен ехать и ближе там подавать. Но проблема в чем? Потому что я еду вот так, грубо говоря, а мне лучше попасть скоро вот сюда. А чтобы попасть вот сюда, я привязан, наша страна привязана вот здесь. То есть, грубо говоря, чтобы я попал в Аргентину, я должен полететь в Исламабад, в Пакистан, как таджикистанец. Мы привязаны туда и в Исламабаде должен 22 дня ждать там личное присутствие. Мне уже ехать, лететь или ждать и в этот момент это ужас. По поводу горючего рассчитал? Сколько в общем уйдет у тебя на сколько тонн бензина? Рассчитал. Сейчас на скидку не помню, у меня есть расчеты записи, сколько чего, потому что есть километраж, есть расчет, все уже это прочитано. Вот скажу одно, что машина подготовлена так. Я очень готовил ее в принципе с Нового года. Приготовил так, что запас хода в машине на 1700 километров. Это 180 литров горючки, то есть дизеля. Я думаю, что этого хватит, чтобы нигде не остаться. Везде будут заправки 1700 километров, это такой большой ход. Плюс у меня есть запас, который будет на багажнике еще на километров 400. Нормально, пробьюсь. В конце каждого сюжета у нас есть такая вот рубрика, это как бы блиц-вопросы, но я его называю детектором, потому что мы стараемся, мы стараемся, чтобы ребята нам отвечали максимально искренне, но не обязательно коротко, но быстро. Попробуем. Так, детектор. Любимый вид спорт, спорта? Фитнес, фитнес, мое все. А где бы ты хотел жить? Жить на берегу моря. Не важно, где, да? Ну, море очень много разных, но я бы хотел, чтобы вода, а я очень люблю воду, она была где-то рядом. То есть я еду, во всех моих поездках есть момент, что я еду от моря к морю, от океана к океану. У меня даже был мотопробег первый, назывался «За четыре моря», и мы проезжали четыре моря. Я люблю очень море и океану, и хотелось бы жить там. Окей. Какой твой главный недостаток? Недостаток? Ух, об этом не думал. Очень сложный вопрос. Поковырять себе и найти свой недостаток. Амбиции, наверное. Большие амбиции, которые, возможно, не всегда. Я смогу выполнить или что-нибудь там вроде. Что бы ты выбрал? Скорость быстрая или расстояние? Расстояние, однозначно. Однозначно расстояние. Где больше адреналина, во время езды на байке или на серфинге? Адреналина больше, когда ты прыгаешь с парашютом вниз. Разный, совершенно разный. Адреналин, серф. Я не такой опытный в серфе. Я больше опытные в сноубординге. сноубординг тоже интересная вещь. Это горы, это высота, это интересно, такая сублимация с гармонией, скоростью, грацией, плавностью. Не знаю, я обожаю это чувство, но это не адреналин. кругосветка или оказаться на 10 лет моложе? Конечно, 10 лет моложе. Какие вопросы? За 10 лет сколько можно переделать, переехать? 10 кругосветок можно сделать. К сожалению, жизнь скоротечна и самый сложный ресурс, который есть у человека, это время. Просто не все это понимают, я это понял давно, и поэтому стал путешествовать. Каждый день не вернется, и поэтому хочется увидеть, услышать, потрогать, почувствовать больше и больше и больше. Конечно, это время, это 10 лет назад. Я сейчас я начну предложение, ты попробую и закончишь. Попробуй. Скорость это для меня? Опасность я это пережил, скорость это не мое. Мое это ехать чуть помедленнее, но ехать дольше, быстрее, потому что когда ешь быстро, если это сопоставимо с байком, то ты пролетаешь мимо стольких интересных мест, а едем медленно, ты посмотришь направо реки, налево озера, леса, люди, животные. Насколько это не чувствуется? Скорость это всего лишь одна скорость, а конечно медленно, это видите, сколько я слов описал, это совсем другое, это не мое. Это раньше была скорость, но потом это перерос, перемудрел, переехал, наверное, перешел совсем другое. Лучше лично остановиться, оглянуться, запах почувствовать, травинку пощупать, селфи шлепнуть. Окей, последнее этот Блиц. Я, опять начну, а ты попробую закончить предложение. Я бы перестал ездить на байке, если... Ух, офигеть! Я не перестану ездить на байке, наверное, будет против правил, потому что это часть моей жизни. Я просто не представляю. Я перестану ездить на байке, наверное, если переломаюсь и не смогу физически этого сделать, что я надеюсь, не будет. И я себя вижу таким старичком лет под 65-70, знаешь, путешественником такой, с вороткой седой, с волосами седыми развивающими. Еду, еду в горизонт, уходящим таким, в красный крыль, желательно. Вам спасибо! Спасибо тебе! Не за что! Когда мы говорили про Амстердам, я увидел одну интересную картинку у тебя. Ты можешь пару слов рассказать? Легко! Это был парадокс. Европа толерантная, все там знают. Не только Европа, многие с вами толерантны. Это скульптура девушки древнейшей профессии. Я мягко вырисовался, да? И причем находится она во дворике собора. Что самое интересное. А собор находится в квартале красных фонарей.